Добрый вечер! Мы начинаем новый курс, который называется «Математика. Анализа данных». На самом деле, этот курс, можно его отчасти считать неким продолжением предыдущего моего курса, который мы читали в прошлом семестре, но вполне можно его воспринимать и как независимый курс. Будут, возможно, какие-то пересечения, но, тем не менее, этот курс все-таки новый. И специфика тут тоже будет несколько новая по сравнению с теми курсами по машинному обучению и искусственному интеллекту, которые я в разных вариациях неоднократно в этих стенах читал. На предыдущих каких-то записях вы можете найти. Но сегодня мы будем говорить, сегодня я имею в виду в этом семестре, мы будем делать упор именно на анализ данных. Но при этом мы будем иметь некоторую специфику. Говоря про анализ данных, мы будем, с одной стороны, концентрироваться на некоторых математических моментах анализа данных. С одной стороны. С другой стороны, мы будем рассматривать анализ данных все-таки не как приложение математической статистики, как это часто бывает. Хотя, конечно, математическая статистика играет здесь одну из ведущих ролей. Мы будем все-таки рассматривать больше инструменты, то, что относится сейчас к машинному обучению, иногда говорят искусственный интеллект, для как раз анализа данных. Курс наш будет состоять из не менее 10 лекций, может быть, и больше, сколько у нас влезет в этот семестр. Тут места можно туда пройти, пожалуйста. Он будет носить, с одной стороны, такой теоретический характер, с другой стороны, я все-таки буду стараться, может быть, там не удалось в прошлый раз, но все-таки какую-то практику, может быть, она будет как-то отдельно записана, тоже здесь делать. Дело в том, что анализ данных это такой предмет, который, конечно, нужно изучать с помощью программирования. Потому что говорить про анализ данных, это, конечно, хорошо, но пока ты не попробуешь его руками, пока ты не убедишься в всю ту красоту, которая есть в этой деятельности, то, конечно, нельзя говорить о том, что вы это освоили. Тем более, что анализ данных как предмет, как дисциплина, как направление деятельности, как новая специальность, Data Science, это действительно новая отрасль, про которую еще не все традиционные люди это осознали. А между тем, это действительно отрасль, которая по мощности, по перспективе, по вложению, по результатам, она вполне может конкурировать с машиностроением и с другими традиционными отраслями экономики. И, конечно, нельзя сказать, что прослушав только этот курс, вы станете специалистами, но прослушав этот курс, вы, я надеюсь, вдохновитесь анализом данных, вам захочется этим заниматься. Вы увидите какие-то модели, какие-то пути изучения анализа данных, и, возможно, вы станете этим специалистом в анализе данных. И я сегодня, когда ехал на работу, думал как раз про анализ данных, и как-то поймал себя на мысли, что, действительно, если подумать, чем будет сейчас заниматься в мире, если все начать сначала, то, наверное, анализ данных – это одно из самых интересных, но при этом перспективных и высокооплачиваемых таких областей деятельности. То есть наша цель стоит, я бы сказал, в трех задачах. Первая задача – вдохновить вас анализом данных, показать, что это не просто некая профессия, но это очень красивая, творческая, открытая, интересная деятельность, которую не жалко посвятить жизнь, потому что она очень-очень многогранна. Вторая задача – показать математические основы, чтобы вы, когда приступите, если вы приступите к ее изучению уже на профессиональном уровне, я имею в виду профессиональном смысле – за деньги, на счете делать какие-то модели, то там очень много упрощенничества, да, то есть когда ты просто тупо в питоне скачал библиотеку, подставил данные, нарисовал красивый график, и людей, которые сами не умеют это делать, им кажется – о, как же круто! То есть в 99% случаев так оно и происходит, и действительно иногда доходит до смешного, что там, я уж не говорю, там линейную регрессию, она просто построение красивого графика выдается как за анализ данных, и для некоторых, так сказать, руководителей кажется, о, как же здорово человек построил диаграммы. Совсем хотелось бы не так, хотелось бы вдохновить и дать вам основу математическую, показать, что здесь действительно на этом стыке, ну не вся, конечно, математические дисциплины, но большая их часть действительно смыкаются. Если вы будете хотя бы понимать и знать, что за прикладными методами анализа данных стоят на самом деле, так сказать, интересные и серьезные математики, это наша вторая задача. Ну и третья задача – действительно дать какие-то простые инструменты. Я всегда вот в этих курсах старался их на каждой лекции, ну сегодня такая более вводная, а в следующих лекциях давать алгоритмы так, чтобы их было понятно, как программировать, да, чтобы это была не сухая теория, потому что книг по машинному обучению, анализу данных очень-очень много, это очень востребовано, но обычно там слова-слова-слова, умные слова, квадратики, какие-то формулы. Вот сейчас мы возьмем нейронную сеть, построим какую-то, так сказать, даже где-то будет нарисовано, вот. Но после прочтения этого даже, так сказать, человек, который понимает в математике, не всегда становится понятно, а как это дальше программировать. Вот вы открываете питон, и у вас моргает курсор, и вы, а как программировать, да? То есть на словах все было понятно, а как писать – непонятно. Вот я буду стараться, конечно, на те алгоритмы, которые мы будем рассматривать, давать еще и некое практическое зерно, чтобы вы могли таки своему начальнику действительно построить красивый график, найти там какие-нибудь, собственно, произвести анализ данных и прослыть человеком, что «О, как же вы умеете круто анализировать данные». Это наша третья цель. Мы вообще не будем много уделять внимания всякой философии и рассказам о том, что анализ данных, что большие данные, что это очень важно, что это очень нужно. Это все действительно тривиально. Но в начале вот этой вводной лекции я себе позволю такую небольшую преамбулу, которая, с одной стороны, ну, конечно, носит и некий исторический характер, но, с другой стороны, она показывает перспективу анализа данных. То есть я хочу поднять этот предмет выше других предметов, которые изучаются. Вот там дифференциальное уравнение очень классно, очень здорово, там физика – это очень здорово, аэродинамика – круто и так далее. Но это все, ну, как сказать, некое течение науки. Вот тут ходишь математика, тут физика, тут теоретическая физика, тут физика элементарных частиц, там химия, там биология. Все нужно, все важно, все ценно. Но есть некоторые области, которые, вот если себе представить, река течет выше. Вот, вот анализ данных и машинное обучение, ну, анализ данных даже здесь более практичный. Вот оно, это такая некая река, которая течет выше, как вот в облака. И это не просто новая дисциплина, это действительно некая новая, ну, отрасль экономики, если можно так сказать. Я хотел бы начать, чтобы увидеть эту перспективу. Ну, с такого рассказа был такой, ну, несколько лет назад скончался Элвин Тофлер, американский, ну, футуролог, ученый, сложно сказать, ну, философ, наверное, отчасти, социолог, экономист, который, ну, написал ряд очень известных книг. Значит, ну, вот одна из лучших, с моей точки зрения, это «Третья волна», в которой Тофлер говорит о том, что человечество развивалось и развивается волнами. Ну, они, конечно, перекрываются, но, тем не менее, в цивилизации, в развитии цивилизации, можно находить три волны. Первая волна, которая начиналась с самого-самого зарождения, так сказать, человечества и продлилась там до 17-18, ну, отчасти и до сих пор, это аграрная волна. Тогда, когда главную ценность представляла территория, территория для, так сказать, пастбищ, территория для сельскохозяйственных, так сказать, разделывания для, так сказать, охоты, пушнины и так далее. И, да, и вот захват территории, там, станды македонские, все понятно, богатым сам был тот человек, у которого было больше территории, да, у которого была главная территория, помещики, это были самые богатые, и в этом была цель всех государств, да, так сказать, вплоть до 17-18-19 веков, иметь как можно больше территорий, иметь больше колоний. Так сказать, земля играла важную роль, не важную, а самую главную роль. И это породило, человечество подстроилось под эту волну. Оно жило общинами, да, вот эти, так сказать, если вспомните традиционные дома, деревенские, большие семьи, потому что для возделывания сельскохозяйства, сельскохозяйство, оно, как мы потом еще и в анализе данных мы это тоже увидим, оно носит сезонный характер, оно носит систематически неурожай, и у вас должен быть некий запас прочности, у вас должна быть большая-большая семья, где, так сказать, вы сможете выполнять все необходимые работы в сельском хозяйстве. И действительно, люди жили большими такими семьями, общинами, потому что вот по-другому землю, землю нельзя было сохранить. Начиная где-то вот с промышленной революции, там, 17-18, ну, 19-20 год, пришла вторая волна промышленности. Значит, было понятно, что сельскохозяйство хорошо, но промышленность, заводы, фабрики, это более важная вещь. Оно породило еще спрос на ресурсы, нефть, газ, уголь, металлическая руда, и самыми богатыми людьми, вспомните, там, Рокфеллер и так далее, да, стали люди вплоть до последнего времени, люди нефтяные магнаты, там, угольные короли, стрелитейные короли и так далее, да, то есть промышленность стала владеть миром. При этом изменилась структура, структура семьи. Семьи стали жить, как когда семья, ячейка общества, они стали жить в отдельных небольших квартирах, дети покидали родителей, жили небольшими семьями, но жили при этом, так сказать, обязательно именно семья, мама, папа и дети. А, значит, зачем это нужно? Дело в том, что маленькая семья, она мобильна, а фабрики, они концентрировались там, где есть энергия, где есть запасы руды, и требовалась мобильность, требовалось, чтобы семья могла взять и поехать в Магнитогорск, да, поехать там, в Челябинск, там, где был построен завод. При этом семья должна быть, тем не менее, так сказать, именно семьей, а не раздельное проживание, чтобы была некая устойчивость, чтобы у человека была жена, у жены был муж, чтобы были дети, чтобы все были привязаны, так сказать, к самому производству, чтобы, так сказать, мобильность была, но мобильность на уровне семей, а не отдельных людей. Да, и вот это вот то, что мы в 20 веке, 21 до сих пор видим, традиционные семьи. Оно вполне вписывалось под промышленную революцию, но начиная где-то там, может быть, с 80-х годов, может быть, может быть, здесь пройти действующие места, там, в 90-е годы, и, конечно, в 21-м году пришла третья волна, это информационная волна. Самым важным стала информация. Конечно, информация была важна и во времена Александра Македонского, информация была, может, туда пройти, информация была, так сказать, известна, так сказать, при Наполеоне, разведка, очень много уделялось внимания, но, тем не менее, так сказать, вот ее расцвет пришелся, вот, когда появились персональные компьютеры, когда появились софтверные компании, и самые богатые людьми, это сейчас кто, да, это, так сказать, там, помним, Билл Гейтс, глава Оракл и так далее, или там, например, еще есть люди, которые сделали бизнес на, там, онлайн-торговле какой-нибудь, там, Вайберис, Озон, вот эти, Байбаду, китайские и так далее, да, то есть, Амазон, вообще компания, производящая, так сказать, просто вычисления, да, дополнительной мощности, и самыми богатыми людьми стали информационные люди. И, кстати, эта волна, третья, она начала размывать, так сказать, семьи, да, вот эти, так сказать, что, когда человек живет информационной волне, ему не обязательно привязываться к какому-то конкретному заводу, да, вот и начались неполные семьи, так сказать, начались, так сказать, ну, вот то, что, собственно, мы во всем мире сейчас можем наблюдать. Так вот, вот эта информационная волна, пока она ничем не перекрыта, она все выше и выше и выше. Если, вот то, что я говорил, там, 80-е, 90-е, там, годы, софтверные компании, они поднялись на продажи программного обеспечения, а, так сказать, то вот, потом вот этот крак Доткома, потом взлет Гугл, точнее, так сказать, компания Алфабет, они стали продавать облачные сервисы, ну, а потом произошло вот это машинообучение, искусственный интеллект, анализ данных, и вдруг люди обнаружили, что помимо просто программного обеспечения, помимо просто информационных услуг, сама информация, это тоже руда, которую можно обогащать. И вот, вот это обогащение, информационное обогащение данных, если можно так выразиться, это и есть предмет анализа данных, о котором можем говорить. Но вы должны понимать, что вот именно, если посмотреть на вот эту идею трех волн Тофлера, вот как раз мы сейчас оседлаем, пытаемся оседлать третью волну. А она третья, она действительно сейчас самая главная. И это все остальное исходящий тренд. Очень, так сказать, здорово машиностроение, материаловедение, все это очень-очень здорово. Но это все предыдущая волна. Сельское хозяйство еще лучше, но это третья волна. И, кстати, вот всякие вещи, когда белковые воспроизведения продуктов уже все больше и больше про это, так сказать, идет, и это, конечно, наше ближайшее будущее, чтобы там кто-то ничего не говорил, это вот как раз показывает, что технологии отодвигают третью волну, вторую. А вот, извините, первую, вторую волну. Третья волна вот как раз на тренде. И все отрасли науки, большинство, они обслуживают, ну, если не первую волну, то вторую волну. Они возникли, вот такие самые развития технологий, естественных наук, биологии. Они возникли как раз во времена второй волны, и они обслужили вторую волну. Просто вторая волна пришлась на 20 век, влияние которого сейчас огромное, но самое большее, которое у нас есть, да, 20 век, вообще известно, так сказать, был крайне бурным веком по сравнению с другими веками, да, он перепахал всю историю развить там и мировыми войнами, и революциями, и так далее. И нам кажется, что вот то, что вот этот магнит второй волны, вот он важен. Но нет, он не важен. Это важно, но это тренд исходящий. А восходящий тренд, это все-таки информационная составляющая. И, конечно, так сказать, я здесь не буду вдаваться в экономические всякие препятствия, это не так интересно, наверное, ну, может интересно, но это не важно нам. Но нам важно понимать, еще раз хочу сказать, что то, что мы будем сейчас изучать, это и есть, так сказать, оседла, это то, что вот будущее. И даже не будущее, настоящее, настоящее-настоящее. Вот настоящее не прошлое, а настоящее-настоящее. Будущее может быть, конечно, изменится там, наверное, ну, возможно, там что-то будет еще другое, но пока самым реально перспективным направлением жизни человека это обогащение, информационное обогащение данных. Вот я бы назвал анализ данных информационное обогащение данных. Ну, а теперь мы, собственно, будем немножко переходить к предмету нашего курса. Значит, хотелось бы обратить ваше внимание, значит, что есть разница между данными и информацией. Ну, казалось бы, слова данные и информация, конечно, все, так сказать, современные люди прекрасно знают. Вот у нас есть дата, да, так пишется, по-моему, дэй, 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 дэй. А что такое данные и чем они отличаются от информации? Значит, этот вопрос иногда ставит в тупик, потому что нет четких определений на самом деле ни того, ни другого, но особенно понятие информации, определений, в общем, как известно, таких вот четких, в общем, не очень-то существует. Есть различные взгляды на информацию, можете там открыть Википедию хотя бы, там отлично про это все написано с историческими вкладками. Так вот, тем не менее, разница достаточно большая. И вот на самом деле извлечение из данных информации, вот как раз и есть предмет анализа данных. Так вот, не давая четких определений, данные, условно говоря, это набор каких-то символов, записанных на каком-то устойчивом, ну, может быть, и необязательно устойчивом, ну, мы будем работать с цифровыми носителями данных, то есть это, условно говоря, набор байтов, ну, для нас. Понятно, что данными может быть и голос, и, так сказать, какие-то менее важные, ну, менее такие традиционные способы записи данных, вот. Но мы, конечно, будем рассматривать только цифровые данные, то есть данные это файлы, файл, файлы, так сказать, да, файл это набор байтов. Эти байты можно там, биты, может байты, может биты. Это набор, так сказать, собственно, вот этих битов, байтов, которые имеют некоторую трактовку. Вот это очень важно понимать, что данные от неданных отличаются тем, что они имеют определенную трактовку, то есть мы эти данные можем каким-то образом воспринять, прочитать. Ну, есть вообще глубокая теория формальных языков, вообще само по себе интересно класс, так сказать, языков, которые можно прочитать, да, что значит прочитать данные, это некий предмет, но это нас уводит, так сказать, в некую лингвистику, в том числе математическую лингвистику, это очень тоже интересно, кстати, очень тоже очень важно, относятся к третьей волне тоже, но мы как бы не будем в этом гебре проходить, мы будем примерно понимать, что данные это там набор чисел, матрица, описывающая какие-то явления, растровые изображения и так далее, да, то есть, ну, все это прекрасно понимают. Значит, то есть, ну, важно, что эти данные можем вот их прочитать. Кстати, мы не будем, наверное, много говорить про Big Data, по той простой причине, что вот эти большие данные или Big Data, конечно, это тоже очень-очень важно, но их вот так вот руками на Python не потрогать, это надо делать все-таки отдельный курс. Значит, чем отличаются большие данные от обычных данных? Значит, ну, опять-таки, не давая сейчас строгих определений, договоримся так, что данные это тот файл, который, условно говоря, мы можем в нашей программе скачать, так сказать, в массив, условно говоря, и вычислить среднее, найти максимум всех данных, которые мы сейчас анализируем. Вот это данные классические. Значит, большие данные отличаются тем, что их нельзя обозреть одновременно всех. То есть, вы можете в большие данные видеть фрагмент больших данных, да, так сказать, частично. Вот если мы возьмем, так сказать, большие данные, которые генерируются большим количеством там объектов, там, ну, допустим, описание, там, биллинги телефонов, там, перемещение GPS, ну, по телефонам, так сказать, да, перемещение автомобилей, вот это вот big data, ну, их так много, что нельзя одновременно, так сказать, вот, их обозревать, да, и мы должны их обозревать частями, частями. Вот это как раз специфика big data. Это очень-очень важно, потому что big data, оно встречается везде, и оно имеет очень важное значение, потому что носит оперативный характер. То есть, когда нам нужно что-то на лету поймать, это как раз часто будут, как раз, это будут большие данные, и умение с ними работать довольно мало у кого есть, по-хорошему. Кроме того, их надо обычно на лету с ними работать, требует больших учрежденных мощностей, это отдельная очень-очень важная вещь, которая дает колоссальные результаты, так сказать, ну, при правильном его использовании. Ну, может быть, когда-нибудь мы сделаем курс big data, я подумаю, но пока мы будем говорить про, так сказать, обычные данные. И даже здесь, конечно, тоже много всяких вкусностей. Так вот, информация от данных, она отличается тем, что она не зависит от способа представления. Данные, они, так сказать, зависят. А информация, она, во-первых, не зависит от представления данными, а во-вторых, она, это является, как сказать, исходным моментами для принятия решений. Вот я бы так сформировал, да, вот данные, информация, а дальше мы получаем некоторые решения. Ну, собственно, зачем нам нужна информация? Нам нужна информация для принятия решений. То есть, если мы используем какие-то сигналы, которые нас просто развлекают, слушаем музыку фоновую, смотрим там, пейзаж в поезде едем, смотрим там, пейзаж какой проходит, там, картины смотрим, без особого смысла, не пытаемся, так сказать, анализировать картину для сочинения или там, слушать музыку, если мы хотим потом ее дирижировать и так далее. Да, просто вот так вот слушаем, там, на лекции сидим, вот, слушаем, слушаем. Вот, да, это не информация, это, ну, просто некий фон, который вошел и вышел. А, так сказать, а если мы используем вот эти сигналы, вот эти информации для принятия решений, или, во всяком случае, не обязательно, что вот вы увидели информацию, сразу решение приняли, но, во всяком случае, она потом ложится кирпиччиком, да, информационный поток очень большой, но на основании информационного потока люди, ну, или машины, что вот даже чаще бывает, принимают решение. Ну, потому что, если автомат, человек, животное или еще что-то принимает решение вслепую, не принимая никакой входящей информации, это такое бывает, ну, это просто, так сказать, некий генератор чего-то, да, так сказать, это, ну, как бы это не интеллектуальная система. Интеллектуальная система, она должна принимать решение на основе информации. Так вот, эта вот та информация, которая помогает принимать решение, она и является нашей главной целью. Весьма непростой вопрос, как оценить полезность информации, потому что информация, полезность информации зависит от субъекта его воспринимающего. То есть, какая-нибудь очень хорошая книжка на китайском языке для меня бесполезна. То есть, это информация, но для меня она не информативна, да, она ничего мне не даст, я ничего не пойму. Или, так сказать, какой-нибудь курс там по дисциплине, там, ну, по крутой математике, сейчас, ну, скажем, анализу, посади, так сказать, какого-нибудь там музыканта, который, так сказать, еле складывает числа. Этот курс будет абсолютно не информативный, это нулевая информация. А для, так сказать, иного человека может быть очень большой. Да, и информация может быть и неактуальной, например, информация о погоде на вчера в Москве, это информация, но она не влияет на принятие решения, в основном она неинтересна. Так сказать, да, то есть, это зависит от человека, от времени, воспринимающего субъекта. Это очень важный момент, потому что нефть, она горит, так сказать, везде, а бензин, он, условно говоря, требовался везде, а вот информация, она не везде требуется. И был такой у Шекли рассказ, значит, ну, что нашли какой-то суперкомпьютер, который, ну, знал ответы на все вопросы, прям вот во все. Ну, все кинулись задать вопросы, ну, вот он спрашивает там, что-то такое, будет ли война? Он говорит, да, я знаю ответ на ваш вопрос, но вы не обладаете достаточными знаниями, чтобы воспринять его ответ. Так, ладно, а как сделать там вечный двигатель? Существует? Ну, вы знаете, я знаю ответ на этот вопрос, но у вас нет компетенции на того, ну, вы его не поймете. Смысл стал в том, что он сдал ответы на все, но те, кто их спрашивали, они не могли это воспринять. И, соответственно, он показался абсолютно бесполезен. Вот, да, пример. Ну, чтобы завершить дискуссию по поводу полезности информации, Харкевич, такой известный, так сказать, да, математик, он вел такую, одно из, коротенькая такая статья, там очень выпукло показывается полезность информации. Вот, допустим, у нас есть какая-то цель, достижение которой, успех, достижение которой есть, описывается вероятностью П. Ну, П это некая вероятность, да, вероятность, успех. И если у нас появляется некоторая информация, дополнительная информация, то полезность этой информации, она оценивается, ну, вот, дельта П. То есть, это информация П, зависящая от И. То есть, если эта информация позволяет нам увеличить вероятность достижения нашей цели, то вот как раз вот такая величина, дельта П, ну, дельта П от И, конечно, да, так сказать, это есть полезность информации, полезность информации. Ну, такой простейший вариант, вот вы там, так сказать, вы стреляете по противнику, вы не знаете, где он находится, вы можете стрелять там в правую, по правому полю, по левому полю, да, так сказать, если вы стреляете по тому полю, где находится противник, там вероятность, допустим, что вы, если вы стреляете по правильному полю, это будет, там, допустим, 0,2, вот, да, соответственно, если вы не знаете, где находится противник и вы сначала наугад выбираете поле потом составляете, у вас вероятность будет 0-1, а если появляется информация, что вам разведка донесла, что противник на этом поле, то вероятность будет 2 раза ну, соответственно, можно оценить полезность этой информации но мы, конечно, в анализе данных, такими вещами не, ну, как бы, это не вполне наш предмет значит, это просто показывает, собственно, что нам нужно. Наш предмет состоит вот как раз в извлечении информации из данных и эта задача, она как ни странно, оказывается с одной стороны достаточно сложной а с другой стороны, оказывается это возможно, то есть оказывается возможно, что если вы на данные посмотрите так сказать некой с другой стороны немножко поглубже, немножко получше то вы можете извлечь ту информацию которую изначально, казалось бы ее там нет но это так же, как Шерлок Холмс, да, когда, так сказать там, просто доктор Ватсон там посмотрел на что-то, он там увидел мало, когда посмотрел Шерлок Холмс он извлек информацию из той же самой картинки значительно больше, да так вот наша задача как раз и стоит в анализе в извлечении информации из данных мы не всегда будем конкретно описывать информацию так сказать это интуитивно понятно поэтому ну как бы будет понятно так сказать каждый раз о чем есть я не буду формализовывать вот это вот информация вот это данные но смысл так сказать здесь, конечно, ясный значит анализ данных традиционно рассматривается в несколькими с помощью нескольких таких магистральных путей значит ну, первое самая такая значит основная задача анализа данных это так сказать да анализ временных вредов анализ ну, даже не временных ну, анализ я скажу так последовательных данных вот так скажем последовательных данных ну, лучше не последовательных нет давайте я извините анализ как бы сказать ну, функциональных что ли данных функциональных сейчас покажу что такое функциональных данных значит анализ функциональных данных это довольно традиционный предмет он изучается в математической статистике в просто статистике в эконометрике и здесь речь идет о том что у нас есть вот такой набор чисел например у нас есть x1 и какая-то значит функциональная зависимость xy1 а потом у нас есть пара x2 y2 и так далее ну, где-то есть x n большое y n большое то есть у нас есть последовательность пар чисел ну, может быть и не пар чисел если это многомерная функция ну, например пара чисел функциональная зависимость это значит что у нас мы можем как правило здесь отложить x оно не обязательно должно быть равномерно x1 x2 xn большое а здесь будут какие-то точки y1 y2 тут какой-то yn большое вот у нас получается некоторый набор точек на плоскости ну, это если у нас одномерный случай понятно, что x может быть не числом а вектором так сказать да, тогда у нас будет получаться что y зависит от ну, от нескольких компонентов ну, это сложнее нарисовать но смысл тоже тоже ясен и это конечно очень-очень часто встречающая ситуация очень-очень часто встречающая ситуация когда у нас есть как бы объясняющие переменные и объясняемые переменные то есть например x-ы это могут быть там скажем ну, вот исследовався такой вопрос там ну, например доход семьи а y-ки это оценка успеваемости детей вот если так сказать зависимость между какая она есть от доходом семьи в каком-то обществе и успеваемостью там или это могут быть там например погодные какие-то условия в какой-то местности а это сельскохозяйственные успехи это могут быть там например применение каких-нибудь лекарственных средств так сказать их различные виды а y-ки это могут быть результаты так сказать этой терапии в каком-то смысле оцененные ну и так далее это могут быть там рост вес там как бы для автомобилей всякие там например зависимость от объема двигателя стоимости какая она есть и так далее это задачи как я сказал традиционные здесь важно что мы на них будем смотреть не считая x времен временем временной ряд который я хотел написать это вторая часть частный случай функциональной данных но он очень важный частный случай поэтому его будем рассматривать отдельно здесь какие главные задачи возникают при функциональном анализе данных главная задача анализа данных как я сказал извлечь информацию информация нужна как правило для чего она нужна для прогноза либо для прогноза либо для вычисления функциональной зависимости например в x которого у нас в этих данных нет и она решается это задача задача математиками сказали некая интерполяция но интерполяция здесь обычно не работает классическая здесь работают понятия задачи регрессии значит регрессия вообще слово регресс это возврат регрессия это задача построения в заданной форме функциональной зависимости между то есть нам нужно построить у от x таким образом то есть восстановить таким образом чтобы эта функциональная зависимость наиболее точно описывала исходные данные с ними согласовывалось но при этом если мы там просто назначить интерполяции например сплайн интерполяции и так далее f будет получаться ну не очень регулярно а так сказать задачах так сказать экономики обычно хотят например видеть чтобы f это была например вот такая зависимость там линейная а x плюс b это значит линейной регрессии вот это очень очень любят мы об этом тоже обязательно поговорим это это как ни странно в книжках по анализу данных по машинообучению особенно в западных книжках вы откроете это центральное место обычно с этого начинается иногда этим и заканчивается то есть линейная регрессия преподносится как увеличайшее достижение машинообучения ну между того что ну это вполне так сказать метод наименьших квадратов вполне давно известный статистики об этом знали давно ну его кроме того оказывается что для его ну для такой парной регрессии линейной регрессии задача вычисления не так сложна но ее даже на счетах можно выполнить да ну конечно здесь линейная регрессия редко применяется вот это ну вот да это задача регрессии ну дальше как бы интерполяция регрессии и экстраполяция то есть нахождение новых иксов предсказания предсказания поведения вот этой функции при других иксов значит мы конечно здесь тоже не можем это обойти мы обязательно в следующей лекции непросто для проведения каком с точки зрения машинной обучения то есть я конечно далек от мысли что бы излагать вам так сказать методы линейной регрессии хотя мы об этом обязательно поговорим и покажем как это все делается то все не сложно мне ничего но мы поговорим про это обязательно с точки зрения машин обучения потому что..Jenice классный ну задача действительно крайне и крайне важная вторая задача как я уже о нее сказал это анализ временных рядов, анализ временных рядов. Значит, здесь это та же самая задача, только здесь у нас будет t1, какой-нибудь y1, t2, y2 и так далее, tn, y, n. Здесь вот это t будет трактоваться как время. Очень часто требуют для анализа временных рядов, чтобы отсчеты были регулярные, то есть постоянные, то есть расстояние между t было одинаковое, чтобы это было равноудаленные точки. В этом есть глубокий смысл. Здесь это принципиально не так, а здесь это принципиально момент для многих методов анализа данных. И здесь, конечно, это трактуется как эволюция y относительно t. Здесь уже редко ставится задача линейной регрессии, потому что если там есть линейная регрессия, то это обычно очень простой закон. Обычно временные ряды выглядят как-то как-нибудь вот так. Например, это реальные данные. Это могут быть данные биржевых сводок, заболеваемость коронавируса в какой-нибудь области. Это могут быть там, не знаю, давление какому-нибудь баке при нагревании какого-нибудь там паровоза и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас есть временные отсчеты, стоимость какой-нибудь объектов, ну понятно, популяции каких-нибудь там животных в заданной области. И здесь задача обычно ставится, вот как раз здесь и ставится задача прогноза. Вот здесь обычно эти отсчеты, они достаточно плотны и информация между ними не очень интересна. Здесь ставится задача именно прогноза, потому что обычно временной ряд, он обрывается на том моменте, на котором мы его можем обозреть. Дальше мы хотим, значит, посмотреть, что будет дальше. Потому что это вообще уже прошлое. Но копание в прошлом тоже носит большой смысл. То есть тут есть задача, ну основная задача это вперед, это прогноза, это самая главная задача во временных рядах. Ну это абсолютно очевидно, да, если мы смотрим на биржевые сводки, там котировки ценных бумаг, нас интересует, какая будет в будущем, а не как это было в прошлом. Но некая ретроспектива, она тоже имеет большой интерес, особенно, так сказать, академический, особенно управленческий, который позволяет понять структуру этого временного ряда. А что, собственно, здесь произошло? Так сказать, да, почему тут произошел здесь провал? Почему вдруг акции здесь упали? Или почему здесь популяция выродилась? Или, например, почему здесь был такой резкий скачок? Что произошло? Это не обязательно задача истории, это, конечно, понятно, что извлечение уроков из прошлого, это тоже очень важный момент. Правда, тут есть одна ловушка, ее многие, так сказать, не видят и не признают, но, тем не менее, она есть. Мы проверяли ее неоднократно. Вот лет там 15 назад, ну, 10, нет, ну, все-таки уже лет 15 назад, да. 15, 12 лет назад, где-то вот 2006-2007, ну вот в 2008 году все закончилось, как-то уже быстро отразделение пришло, но вот 5, 4, 5, 6, 7, 8 года они там были на взлете МТС, механические торговые системы, да. Вот считалось, что сейчас мы построим механические торговые системы трейдинга и будем выигрывать. Нет, трейдинг есть, но сейчас он уже ушел так высокие частоты, в основном он уже высокочастотный трейдинг, как бы там, такой трейдинг классический не очень, а тогда вот технический анализ, все это как-то в это все верилось, этим многом, и я даже как-то сам этим не очень, я никогда не верил, но меня там привлекали к такого рода работам, тогда мне это было интересно, с математической точки зрения, я этим занимался, конечно, смеясь, то есть это, мне было смешно, так сказать, да, какой ерундой люди занимаются, значит, но тем не менее, нам удалось показать, и это, в общем, не то, что у нас это было, это было почти у всех, стопроцентное правило, оно звучит так, вот механическая торговая система, они, ну там, как Альфа-Директ, тогда, по-моему, была, может, какая-то другая, неважно, там были инструменты, ну, как бы готовые, разворот сюда, поворот туда, то есть можно было из кирпичиков составить механическую торговую систему, готовых кирпичиков, так сказать, вот, значит, ее тренировали по так называемым историческим данным, ну, брались вот реальные котировки, на них отрабатывалось, дальше пошло вперед, вот, иногда делалось так, исторически данные образрывались на две части, тут тренировались, тут испытывались, значит, успех был очень-очень высокий, все получалось, но как только эту систему, ну, даже без денег, даже, допустим, виртуально ее, ну, там, тестили виртуально, да, как только мы уходили в реальное будущее, ничего не работало, в лучшем случае можно было на голубых фишках догнать индекс, это в лучшем случае, обогнать инфляцию можно, да, на индексе, но обогнать индекс никогда, ни разу не видел, ну, вот, так сказать, чтобы технический анализ обогнал индекс, по историческим данным отличнее, причем исторические данные нет, вы не думаете, что мы под это подгоняли, просто мы знали ответы, тут тренировались, тренировались на это, тренировались, тренировались на это, тут выигрывали, но как только систему запускали вперед, не работали ни разу. Это я к чему, что, конечно, анализ прошлого очень важен, но он очень, он хорошо работает только в стационарных условиях, то есть, если у вас есть какой-то трансформатор, и вы, анализируя данные, там, колебания или в каком-то контуре, вы можете видеть, что, допустим, значит, вот, когда колебания начинаются, так сказать, амплитуды выше какого-то, после этого он уходит в аварийный режим. Вы можете, да, если это один и тот же трансформатор, вы можете действительно понять, что тут есть какая-то конструктивная особенность, что если там мы уходим за какие-то, какой-то пороговой величиной, жди беды. Это работает в медицине, особенно, так сказать, вот всякое распознавание инфарктов, инсультов, так сказать, и так далее. Да, это работает. Правда, конечно, тут тоже люди разные, но, в принципе, есть интересные методы анализа исторических временных рядов, так сказать, там, биение сердца, там, находить какие-то пороки, анализировать опасные ситуации. Это работает система, ну, вот в таких вот объектах, которые не меняются со временем. Вот, если мы это применяем, так сказать, к социологии, к политологии, к экономике, обычно это не работает, потому что все это эволюционирует, система эволюционирует, и не только вот эта функция. Но, тем не менее, анализ временных рядов, конечно, крайне интересная область, и главная задача, давайте остановимся, это будет одно из центральных наших моментов, нашего курса, значит, анализ временных рядов, как он построен. Значит, он построен, ну, принцип анализа временных рядов состоит в следующем, что вот у нас есть, давайте я так запишу, вот, YN, какая-то F от XN. Ну, это вот, собственно, дискретная, так сказать, вот этот наш временной ряд. Значит, мы можем из этого временного ряда, вот эту функцию F от N, мы можем проводить ее регрессию, то есть, пытаться ее как-нибудь распознать. Ну, например, здесь вот там первое, ну, самое простое, допустим, мы здесь так вот проведем какую-то линию, сделаем линейную регрессию, да, мы сделаем, например, так, это будет A какой-то там от X плюс B и дальше плюс какая-то дельта от T, ну, от N. Ну, давайте, давайте не от N, давайте вместо N я буду писать T, но понимать под этим, конечно, мы обычно будем дискретнее T. Ну, просто T здесь интереснее запад, более, вот так, получается, дельта T. Ну, то есть, вычитаем из этого графика, сразу упадет на кло. Значит, график станет менее выразительным. Дальше, значит, мы должны раскладывать вот это дельта. Да, здесь какая-то будет функция F от T, ну, здесь это не X тоже, здесь T. Да, F от T плюс какая-то там Epsilon от T. Это заданная функция. Это заданная функция, это какой-нибудь синус, да. Потом мы вот эту частоту уберем, например. Или мы заметим какую-нибудь, ну, как мы видим, да, в анализе минус вредов там есть сезонность, тренды. Ну, то есть, вот это, условно говоря, тренд, потом берем сезонность, потом уберем цикличность, вот, и что-то, что-то еще, еще, еще. И в итоге у нас всегда будет оставаться нечто, ну, необъяснимое. То есть, вот это мы объясняем, а, ну, это у Ленины и Трои, это у нас экономика растет, так, здесь у нас это сезонность, тут у нас цикличность, там, это мы все обосновали, а дальше остается, ну, нет, если у нас мы доведем до того, что епсилон уйдет в ноль, ну, это значит, что этот временной ряд, ну, просто от точки синуса. Да, то есть, если мы найдем компактным образом выражение всей функциональной зависимости этого ряда, ну, это тогда и задача не очень интересная, задача, так сказать, так обычно не бывает. Всегда в временных рядах, реальных, те, которые интересны, там есть элемент случайности, который, точнее, это может быть реальная случайность, а может быть, это наведен, ну, как бы, случайность от того, что мы используем более грубые, так сказать, инструменты. Ну, например, там у нас есть синус, мы его раскладываем в ряд Теллора, по формуле Теллора, вот мы его там, мы не знаем, что такое синус, мы знаем там функции x, x квадрат, x куб, вот мы сначала можем довольно близко, так сказать, да, в районе нуля, так сказать, его описать с помощью, так сказать, степенных функций, да, потом все равно все распроспадется. Так вот, вот это, ну, это можно считать как некая случайность, это то, что необъяснимо. Вот, обычно, конечно, во всех рядах, нормальных, ну, вы не уйдете в ноль, и даже, ну, между прочим, не ставится задача ввести данные, когда задача выполнима, то есть, когда мы останавливаемся и эпсилон с ним успокаиваемся. Не обязательно эпсилон должно по абсолютной величине быть маленьким, это, кстати, не обязательно, не самое главное. Самое главное, чтобы вот этот остаток эпсилон от Т, чтобы он не нес, смотрите, какая слово фроза, не нес никакой структурной информации. То есть, глядя на него, никаких прогнозов сделать было бы нельзя. Идеально это, если это белый шум. А если это, ну, представь себе такую ситуацию, что вот у вас идет какой-то осознанный процесс, я не знаю, рисуете вы синус, такой, ну, по точкам. И в каждой точке вы бросаете монетку. Если орел, вы чуть-чуть выше задираете синус. А, так сказать, а если решка, то вы его занижаете. И если вы честно пробросаете, орел и решку, то вы увидите такой синус, будет такой... Мы это попробуем. Он будет такой... Такой пилообразный. Вот, если вы будете, например, на четном разе вверх, потом вниз, то есть, если вот эта пила будет иметь структуру, то после того, как вы из этой функции вычтите синус, вы увидите регулярную структуру, которую можно просто описать. Это, кстати, интересная тема. Кому интересно, это вопрос не просто вообще так сказать да черты случайности что является случайным есть отличные лекции успенского владимир андреевич и книжки есть успенского владимир андреевича там 4 4 черты или как-то 4 свойства случайности и одно из которых это восходит к работам калмогорова к описанию кстати красоты она восходит тому что случайно нельзя просто описать ну кому интересно посмотрите владимир андреевич это прекраснейший лектор так сказать мне довелось увидеть и ходить на его лекции чек ранее так сказать интересно к сожалению ныне покойный ученик калмогорова кстати вот он про это хорошо рассказывает мне конечно далеко так вот тем не менее значит если и все останет у нас регулярно пила мы ее тоже легко запараметризуем а если это будет реальная монетка то есть это будет реальный случайный вот подбрасывание монетки плюс минус плюс минус это как раз и есть вот самый белый шум он ничего не зависит так сказать им корреляция там нулевая вот это вот белый шум и и в идеале вот это должно быть белым шум и и дальше анализирует бесполезно вот если вы возьмете нули единички которые бросаются то его анализирует бесполезно но те кто слушал мой предыдущий курс там могут вспомнить слово про мартингал да помните мы как раз так сказать чуть не весь курс рассказывали что вот случайный процесс мы разбиваем на так сказать предсказуемую случайную последовательность и мартингал который принципиально так сказать невозможно сделать лучший прогноз чем то что мы сейчас знаем ну вот в каком-то смысле вот если мы разбили наш временной ряд до того что вот это вот словно грим мартингал там или случае белый шум еще лучше то есть некий процесс который предсказать нельзя это задача решена то есть вот мы проанализировали мы можем как можем отбрасываем просто значит она понятна что они не должны иметь никакой тенденции то есть никакого тренда тут быть не должно то есть словно говоря математическое ожидание или среднее значение должно равняться нулю то что если нет тогда я точно можно из них это тренд еще выжить а так это ну некая плата за неизвестность нашего мира вот и тогда мы его отбрасываем и вот вычисление проводим вот по вот такой функции и предсказывать можно соответственно по этой функции если здесь действительно есть у нас все получилось то предсказание будет хорошим оно не будет идеальным потому что да вот есть вот это и все но она неизбежная случайность это вот главное 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 отличие временных рядов это довести вот вот этот остаток до того чтобы он был интересен чтобы каша вот если удалось ну значит вы правильно если не удалось если я что-то еще в нем есть значит можно его дальше дожимать конечно это все методы анализа временных рядов они подходят к методам анализа там и случайных процессов и статистики но здесь уже методы того же самого машинообучения тоже так сказать могут очень и очень здесь помочь тем более что здесь возможны методы обучения с учителем обучение без учителя вот это мы как раз обязательно с вами будем рассматривать я по-моему даже аж две лекции на временные ряды заложил здесь есть еще такая момент что временные ряды бывают принципиально стационарный и не стационарный причем стационарный ряд но имеется ввиду что после ну вот этот ряд может быть и стационарным хотя мы видим что он там так сказать да иметь некую тенденцию но понятно убирая тренд тем не менее так сказать этот ряд может быть стационаром может быть не стационарным и анализ стационарных временных рядов это конечно более легкая задача она имеет много хороших решений не стационарные ряды все то что интересно ну вот многократно когда на каких-то докладах расчетах говорят про прогноз динамических систем вот известно что там датники динамические системы стационарные так сказать по их наблюдениям вот так я сейчас не буду формулировать точную теорему но так можно писать и сказать что для широкого класса а если вы знаете предысторию стационарной динамической системы вы можете дальше в каком-то моменте можете предсказать дальнейшее поведение не стационарных разумеется нет и когда часто так сказать вот такие доклады были обычно задают сразу два вопроса какой можно ли применить ваши методы к анализу а курса доллара и б погоде значит ни то ни другое нельзя потому что и то и другое это системы не стационарный принципиально вот ну и соответственно не хочу сказать что не стационарный нельзя предсказать нет мы этим как раз будем заниматься в этом как это как раз интересно нас интересует не стационарной системы это как раз вот это как раз то где классическая математика как правило посудит машина обучения имеет шанс вот как раз здесь да вот собственно мы на это будем с вами так сказать это будем взять это рассматривать на это этому делим особое внимание дальше значит ну это были пока данные которые ну то есть с помощью каких-то отчетов еще один значит момент третья задача анализа данных это как ни странно классификация а классификация данных тут мы немножко про это как бы раньше в раньше курса говорили снова повторим классификация и я бы знаете еще вы здесь же добавил чтобы не делать новую задачу но это классификация и как бы хочет сказать визуализация данных некрасиво как бы так сказать представление что льда представления нет это не интерпретация как раз представления это наглядное представление данных Это немножко другая задача, никак не менее важная, даже более важная, может применяться к самым разным объектам, вообще конечно классификация данных это почти любую задачу можно к нему свести, ну то есть например даже решая квадратное уравнение можно сказать, что мы должны разбить множество вещественных чисел на два класса, которые являются решением квадратного уравнения, не являются решением квадратного уравнения. То есть я к тому, что понятно, а классификация под это широкая задача, но тем не менее обычно у вас есть набор объектов каких-то, это могут быть вектора, ну числа конечно это как-то не очень интересно, вектора, могут быть матрицы, ну матрица и вектор в данном случае с информационной точки зрения одно и то же, какие-то функции и вам надо эти объекты разбить на класс, ну во-первых узнать есть ли там классы, если есть то разбить, это крайне важная задача. Сейчас задача как раз нейронных сетей, так сказать, ну распознавания данных, нет, сети чуть дальше, это нейронные сети, это сети Кохан, вот как раз это вот про вот это средние, К-средних там и так далее, много тут различных методов, это очень важная задача. И практически она как раз очень часто возникает, то есть у вас есть набор предприятий, можно классифицировать, какие там вкладывать деньги, какие не вкладывать. У вас есть еще одна задача, например, у вас есть там больные, так сказать, да, описание больных, и вам нужно, так сказать, как бы разбить там их, кого как лечить, например. Ну мы кстати применяли задачи, вот я могу погордиться, у меня есть статья в одном серьезном медицинском журнале, где мы работали вместе с врачами реальными по ковиду, но это не классификация там данных заболеваемости, а это доказательство, ну там одна из форм доказательства новой терапии тяжелых ковидных больных. То есть вот когда племония тяжелые на постковидном процессе, вот там они придумали мелфолан, там есть такое вещество, вот с помощью него они додумались его в контур ингаляции добавлять в мелфолан. Мелфолан вообще используется, по-моему, для химиотерапии, онкологии головного мозга изначально. Вот, ну вот они вот в контур ингаляции, ну уже когда человек на ИВЛ, конечно, там уже тяжелые формы постковида, вот если туда добавлять ингаляцию мелфолана, то удалось статистически с помощью метамашинной классификации доказать, что да, это вот помогает. Больше шансов, так сказать, человеку выздороветь и не стать инвалидом, так сказать, нежели не принимать на фола. Так что вот был свидетель, ну как, участником борьбы, вот как раз это задача были классификации и даже представления данных, которые вот в ковиде, так сказать, помогло. А, значит, представление данных, это то, что вот самоорганизующиеся сети Коханна, тоже очень интересные вещи, которые дают возможность наглядно посмотреть многомерные объекты. Ну, дело в том, что многомерные объекты мы представить не можем себе, чтобы там не говорили. Вот, но тем не менее иногда это требуется, так сказать, вот визуализация. Кроме того, это всякие задачи на автокодировщики, когда мы хотим из многомерного вектора, то есть там смысл такой, автокодировщики, это, условно говоря, вот есть многомерный вектор, большой, вы его линейным, то есть по сути матрицей, простейшим, вы хотите, точнее так, вот есть у вас большой вектор, длинный, есть короткий вектор. Понятно, что существует матрица прямоугольная, не квадратная, прямоугольная матрица, которая приведет его вот в маленькую, ну, в меньшую размерность. А потом другая матрица приведет его в предыдущую такую же, ну, какая-то будет матрица А, тут будет матрица Б. Эта размерность у них одинаковая, это размерность меньшая. Значит, ставится задача найти такие вектора А и Б, чтобы А и Б была наиболее близка к единичному оператору. К единичному оператору. Ну, чтобы вот этот вектор был, ну, во всяком случае, на обучающей выборке, как можно более похож на этот вектор. Ну, понятно, что единичный оператор А и Б, так сказать, они же разной размерности, и вообще говоря, это, так сказать, ну, это не так просто. Вот, но это вот автокодировщики. Нам не нужен, на самом деле, нас не очень интересует Б, нас здесь интересует А. Дело в том, что если мы построим такой автокодировщик, в общем, на автокодировщике, это вот два, две таких матрицы. Но потом матрица Б нас не интересует, а матрица Б, она интересна тем, что она сжимает количество, а тут был там Н, тут будет М маленький, тут Н большой, да. То есть она из Н признаков вектора, Н там, например, миллион, а это там 10, она из миллиона на обучающей выборке изображений сжимает их, но она должна сжимать оптимальным образом, да, так, чтобы потом какая-то другая матрица могла это восстановить. То есть если мы просто возьмем первые 10 компонентов и отбросим, но это, скорее всего, ничего не получится, вы не сможете восстановить его, да. То есть автокодировщики выглядят примерно так, если берем изображение, ну, это делается изображение, берем вот фотографию, а потом, значит, этот оператор сжимает ее до черных контур, то есть получается черное изображение, и там какие-то белые очертания лица, все, что остается, так сказать, ну, потому что там у нас черно-белый режим, очень могут очертания, но такие очертания, что по этим очертаниям можно потом восстановить это лицо. То есть из всех лиц, да, так сказать, несущественные детали выбрасываются, а остаются как раз наиболее существенные информации. Сжатие, это очень важная задача, так сказать, оно позволяет убрать всякие случайные вещи, там, и так далее. Это вот тоже анализ данных, ну, только вот задача классификации и представление данных. То есть как нам, знаете, как это сказать, да, вот вспомнился такой комедийный случай, этого в романе нет, в фильме есть 12 улев, вот, так сказать, не новый, а старый, да, значит, там, где они сидят в театре, и Остап Бендер, и, значит, этот Воробьянинов, Филипп играет Воробьянинов, да, помните, там начинается, значит, вот, ну, там какой-то изображен, там она сцена довольно странная, и они начинают петь романс на французском языке, и Воробьянинов, который знал французский язык, начинают ему переводить, ну, какие-то слова, потом только не отмахивается, говорит, это шумел камыш, деревья гнулись, типа, отстань, да, то есть, условно говоря, есть много-много слов, но мы можем от них, так сказать, да, их характеризовать, как бы, короткие вещи, представить их. Вот это как раз задача, вот, третья. Четвертая задача, ну, тут мы, может быть, до нее в этом курсе и не очень дойдем, потому что это уже выходит на некую другую грань, ну, посмотрим. Это задача распознавания образов. Воззывание образов. Вот здесь, значит, это, конечно, уже ближе к такому, знаете, машинному обучению, это вот как раз нейронные сети, но не только. Дело в том, что это тоже, что такое распознавание образов. Вот у вас есть данные, так сказать, да, там, фотографии номеров машин, камеры снимают, фотографии номеров машин. Много данных, много байт в большом разрешении. А вам надо из них вытащить маленькие, там 4, сколько там, 3 цифры, ну, там, еще с этим, да, 5-6 цифр и 3 буквы. Причем, как известно, российские номера, там не все буквы русского языка есть, да? Понятно почему? Все знают, да, почему? А? Ну, да-да. То есть буквы Я никогда не бывает. Т бывает, Х бывает, М бывает и так далее. А? А почему не бывает Е? Е бывает. Я сказал, Я не бывает. Я не бывает, потому что нету латинской буквы, которая так же выглядит, как русское Я. Просто если номер выйдет за границу, чтобы там его могли распознавать, ну, это не важно. Вот, да, то есть вот это задача распознавать, это же задача извлечения информации. В камере наплевать, какого цвета машина, там, погодные условия, нет, это не интересно. Им интересно, какой номер, кому штраф выписать. Да, то есть мы должны это данные, мы должны завести конкретную информацию. Вот это, в общем, тоже задача анализа данных. Но она все-таки так, все-таки вот несколько такая вот со звездочкой. Дело в том, что по такой логикой, да, можем дойти до того, что под анализ данных можно подогнать любую разумную деятельность. Вот, почему такой парадокс? Нет, ну, например, можно дальше написать, я не буду это писать, то есть не так, но, условно говоря, можно договориться до того, что, например, задача теории управления, классическая. Это тоже задача анализа данных. Ну, там, вот, летит самолет, какой-то там, как-то смог носить, он летит, есть какой-то курс у него, глиссада там какая-то, и он подвержен, там, возложен потокам, там, у него есть двигатель, управляет. Вот, вот задача управления автопилот. Он должен выдержать курс. Ну, то он отклоняется правее, ну, левее, это, так сказать, даже механический гироскоп, это было сделано, Фау-1, например, да, вот, отлично там, и так далее. Вот, вот, чем, это значит, террауправление. Чем не анализ данных, да, ну, как, анализ данных у самолетов должны быть, какие-то датчики, ну, что, отклонился курс, должна быть система, это кто-то должен эти датчики воспринять, обработать, и понять, что нужно делать по-другому. Но, это, конечно, не предмет анализа данных в нашем понимании, потому что, ну, я вот, почему об этом заговорил, любую разумную область можно прийти, сказать, что это анализ данных. Игра в шахматы, чем не анализ данных, анализировал позицию, нашел правильный код, и так далее. Этот парадокс, раскрытие в чем? В то, с чем мы начали. Что такое информация? Информация, это все то, что используется для принятия решений. Но, понятно, что специфика построения теории управления, там, или игры в шахматы, она несколько другая. Значит, дело в том, что вопрос, откуда берется эта информация? Здесь она берется из датчиков, условно говоря. Хотя, хотя, надо понимать, что современные автопилоты или там полеты на ракет с системой преодоления противоракетной обороны, с маневрирующей боевыми частями, которые имеют случайные там отклонения и так далее, и так далее, и так далее, особенно беспилотные, это, конечно, там есть элемент анализа данных. там довольно сложная система управления с элементами машинного обучения, никак не без этого. Но я к чему? Что информация повсюду всегда была. Просто раньше она, ну, как бы, не воспринималась так остро, как она воспринимается сейчас. И самое главное, раньше не думали, что информацию можно извлечь из, так сказать, из-под земли. Нет, разведка была всегда, всегда понималась, так сказать, нам нужны разведданные, это понимались и в древние века, и не в древние века, так сказать, это понятие информации было, но довольно поздно, конечно, в 20 веке уже это тоже было, но довольно поздно, а сейчас это чуть ли не один из важнейших, да, есть понятие, там, легальная разведка, да, которая занимается чем? анализа открытых источников информации, просто газеты, телефон, просто никаких, так сказать, шпионов, никаких взломов, никаких перехватов, анализируем только общедоступную информацию, и оказывается, ну, эти всякие информационные агентства, что только до этого можно, вообще говоря, найти довольно серьезный секрет, то есть, анализируя открытую информацию, только по-умному, сопоставляя факты и так далее, можно дойти до получения той информации, которую раньше не видели, ну, раньше, казалось, что в газете напечатано, какая-то интереса для разведки, это все знают, вот там, поди, там, что-нибудь, да, сейф скрой где-нибудь, что там, штиры сделал, так сказать, это, вот это разведданные, а вот, так сказать, ну, оказывается, что, что реально, так сказать, анализируя поведение объектов, да, можно находить, так сказать, находить информацию много больше, там, вот, я одно время, там, лет, в 90-х годах, в начале, так сказать, когда был мальчиком, занимался, там, антивирусами, до последнего времени, были, я еще помню, времена, когда антивирусы, там писалось количество вирусов, сколько они распознают, сейчас, это уже не пишется, это просто бессмысленно, значит, да, вирусы, как, то есть, была сигнатора, вот, брался конкретный вирус, анализируется, была сигнатора, по нему производилось лечение, ну, распознавание и лечение вирус, да, это была вот такая, значит, сейчас, конечно, эти вирусы, они работают, на основе, там, проактивных методов, то есть, когда они анализируют, ну, то есть, сейчас бесполезно, за счет полиморфных вирусов, их генераторов, бесполезно какие-то сигнатуры искать, но, если есть программа, можно анализировать, что она делает, понимаете, делать она что-то должна, и анализируя ее действия, можно обнаруживать, и так и делается, так и ваши антивирусы работают, обнаруживать угрозу, ее купировать, анализируя действия, понимаете, то есть, вот, анализируя не подноготную человека, а его действия. По его действиям можно понять, чем он руководствуется. Вот это тоже предмет анализа данных. И завершая наш сегодняшний экскурс, я хотел сказать, что информация, ее ценность сейчас, с одной стороны, колоссальна, а с другой стороны, мы получили инструменты и получаем инструменты для того, чтобы анализ производить. И напоследок, еще небольшой маленький список, меня все равно об этом спросят, всегда спрашивают, всех очень интересует тема, какая математика нужна для машинобучения, для анализа данных, какие математические курсы. Обычно, так сказать, перечисляют без большого такого искусно, но все перечисляют не совсем так. Математика в анализы данных, несомненно, нужна. Но она играет роль, не хочу сказать вторую, в смысле вторую хуже. Ну, одной математики недостаточно. Анализ данных, так же, как шахматы, например, это искусство отчасти. Ну, искусство с технологиями. Потому что, конечно, простейший анализ данных, можно, так сказать, накидать алгоритмы. Но человек, который хочет получать много денег и удовольствия, самое главное, от работы аналитиком данных, он должен, а, иметь интуицию на эти данные, понимаете? Он должен их любить, разбираться, их видеть, их чувствовать. И второе, что самое важное, быть изобретателем. Вот почему я говорю, что это интересно. Потому что здесь это изобретательское деятельность. Понимаете? Не просто правила накидал. Ну, так можно быть, но плохой аналитик так и делает. Средний. Хороший, он должен быть изобретательным. И не обязательно глубокие математические теории изобретать. Понимаете? Тут тоже момент такой, универсальных алгоритмов хороших нет. Всегда, когда вы анализируете данные, сначала грубые мазки в стандартных методах, потом их доводка, юстировка, придумывание новых деталей, новых алгоритмов, руками работа с данными. Вот это как раз и есть то, за что аналитики данных много-много-много получают. И как раз вот эта часть одной математики недостаточно. Должна быть некое искусство. Это некое искусство. Вы должны это полюбить и приложить некое творчество. Но, тем не менее, математика, конечно, нужен... Чем выше вас математическая культура, чем больше вы знаете математики, тем, конечно, лучше. Вы будете... Ну, вообще-то такая фраза известна, что математик сделает работу лучше, чем не математик в среднем. А, значит, ну, так, да. Физик тоже, что можно сказать, и химик. Но я хотел сказать, что чем больше вы знаете по математике, тем лучше вы будете аналитическим данным. Ну, можно математику в скобках написать, философию, литературу, музыку. Все пойдет там, где работа творческая, в ход идет вся ваша жизнь. Все, что вы поднакопили, ну, конечно, какие-то могут моменты быть и не очень важные, а какие-то важные. Потому что анализ данных... У нас еще есть 15 минут. Анализ данных – это работа не только с данными. Я хотел об этом... Это soft skills. Это работа с людьми. Это работа с... А, как правило, те, кто данные генерирует, и начальству, которому вы показываете. А это людям. И надо быть и психологом, и культурным человеком, чтобы, а, от того, кто владеет данными, данные правильно извлечь, чтобы его разговорить, чтобы он дал правильные данные. Это не всегда тривиальная задача. Но самое главное – это эти данные представить начальству, чтобы он был довольным. Надо с ним говорить на его языке. И, точнее, даже не взять на него, вы должны быть культурней. Начальник не поверит. Ну, он, конечно, поверит, но он лучше поверит, если он поймет, что исполнитель культурней, чем он сам. Ну, или, во всяком случае, да. Если он видит, что, ну, не подчиненный, а аналитик, так сказать, двух слов связать не может, а человек знает, там, допустим, французский язык, будет плохо. Да, поэтому здесь это тоже, soft skills, очень важно. И, конечно, так сказать, понятно, что это в любом жизни, так сказать, да, умение, там, разбираться в музыке, истории и так далее. И так далее, это все хорошо. Но в математике здесь играет тоже очень важную роль. Вы, особенно, конечно, чем глубже будет ваше, так сказать, скальство, ну, это компактность, тут у нас топологическое пространство, ну, на велке уже уровень совсем другой. Вот, поэтому, конечно, да, математика нужна вся и так далее. Но можно выделить те моменты, без которых анализ данных не пойдет. Это, конечно, основы линейной алгебры. Ну, в данном случае вектора, матрицы, разложения, там, ну, наверное, так сказать, в принципе, так сказать, ну, вот основы линейной алгебры, это как бы язык машинного обучения, язык анализа данных, так сказать, вы должны этим, конечно, свободно владеть, а, так сказать, вторая, конечно, это теория вероятности, ну, и, я бы сказал, плюс масс-статистика. Конечно, значит, дело в том, что в анализе данных мы боремся с неизвестностью. Неизвестность, она лучше всего описывать теорию вероятности. Других путей, значит, нет. Это, конечно, тоже язык, разумеется, теория вероятности, это огромнейшая математическая дисциплина, изучать которую можно всю жизнь. Я до сих пор ее изучаю, большим удовольствием. Да, так сказать, ну, то есть, это вот прям, вот, 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 совсем, с моей точки зрения, красивая, интересная, так сказать, область. Ну, здесь, конечно, какие-то должны быть основы, да, вы должны понимать, там, ну, здесь еще можно написать какие-то случайные процессы. Ну, это так. Конечно, здесь важна не теория, здесь нужны какие-то панитийные аппараты, я бы так сказал, вот для... Матанализ в качестве дифференциального уравнения всяких, ну, конечно, где-то у нас будут производные, где-то, возможно, интеграл, но я бы здесь все же это не писал, ну, конечно, маткультура какая-то должна быть, вот, но вот, ну, еще бы я здесь, конечно, написал, знаете, такое вот, может быть, логика, ну, математическая логика, конечно. Математическая логика, там, может быть, общая алгебра, отчасти хорошо бы, ну, так в кавычках напишу, общая алгебра, ну, это всякие группы, кольца, поля, они напрямую здесь не будут задействованы, но это вот культура резко повысится, вы по-другому будете видеть на математику. Ну, короче, дискретная математика, да, тут и комбинаторика, конечно, там, графы, ну, это то, что называется, наверное, дискретной математикой. Может, даже, так сказать, ну, и, ну, я не в порядке убывания, это, конечно, так сказать, то, что здесь, конечно, используется, ну, теория алгоритмов. Ну, вот, наверное, из математики, ну, можно еще теорию игр, как бы, написать, но это уже, как бы, совсем такой высокий класс, так сказать, применение теории игр в задачах анализа данных. В принципе, теория, конечно, может быть, примена к решению почти любой задачи. Вот, да, поэтому здесь, ну, в общем, наверное, вот эти три таких математических момента я бы, так сказать, рекомендовал обратить на это внимание. Там дифференциальное уравнение, теория чисел, пожалуй, нет. Ну, это все нужно, все это здорово, все это классно, но... А, и самое главное, забыл, да. Желательно, чтобы это все у вас помещалось в такой контейнер, который я бы назвал функциональный анализ. Анализ. У меня даже был курс, ну, в стекловке записанный несколько лет назад, он назывался, по-моему, применение там, аж функциональности машинобучения, что-то такое, вот, даже было, видео можете посмотреть, так сказать, это, конечно, функциональный анализ, это как язык современной математики, ну, вот, вот, вы должны мыслить метрическими пространствами, это будет очень здорово, если так будет, да, так сказать, там, банаховыми пространствами, понимаешь, какой функционал, вот, это все очень интеграл Лебега, это все вам очень-очень пригодится при анализе данных. Это, конечно, сложная задача, вот, но, тем не менее, если уж, так сказать, говорить про математические основы, вот, функциональный анализ, конечно, вот, то, что нужно. Так, ну, да, ну, еще бы, конечно, да, конечно, пардон, 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 ну, значит, нельзя заниматься всем этими действиями без чего? Да, ну, без программирования, да, 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 сухоплавание здесь не пройдет, это, конечно, программирование, а, знаете, ну, к нему отношение к программированию, там, это специфично, я даже не знаю, надо бы, конечно, сделать все-таки курс программирования и математика, это отдельная, отдельная, так сказать, такая тема. Питон, да, считается стандартом, ну, Пайтон, значит, но вообще мне Пайтон не самый любимый язык программирования, честно скажу, хотя он, конечно, быстро, удобен, ну, быстро для написания, он удобен, пока работает, он, с ним все хорошо, до первой ошибки не рантай, точнее, до первой, так сказать, ошибки рантай, то есть вдруг работа и неправильно, вот тут начинается проблема, а где-то чего пустил, в C-Sharp, конечно, Java вам здесь в помощь. Ну, значит, ну, программирование, важно, чтобы вы, ну, эти логаритмы могли программировать, да, конечно, я обязан написать Питон, некоторые используют А, ну, или R, язык статистический, он популярен, особенно у биологов и, так сказать, этих химиков отчасти, ну, R мне не нравится, хотя, ну, может быть, это чисто такая вкусовщина, да, так сказать, но как-то мне он не пошел, хотя он, это популярный язык, вот, ну, это такие фреймворки, да, то есть, которые вы можете, так сказать, они используются для запуска, там, TensorFlow, там, иных, как бы, вещей, удобно, удобно, что этот, Юпитер ноутбуки есть с помощью, да, так сказать, встраиваемого Питона, ну, вообще, ему смотрят в спину JavaScript, как ни странно, так сказать, ну, уже есть, так сказать, инструменты на JavaScript, они хуже, чем на Python, вот, вы можете использовать, но мне долгое время нравился C Sharp, но сейчас, к сожалению, по-видимому, его эпоха закончится, ну, писать можно чем угодно, можно писать на C++, конечно, это будет так муторно, идеальный вариант, один из лучших вариантов, я даже напишу, пожалуй, это Go, где GoLang, это отличный язык, кстати, очень простой, очень эффективный, очень удобный, это удобство Пайтона плюс скорость C, компилируемый язык, очень быстрый, но это для тех, кто будет работать руками, то есть, Пайтон-то чем берет, он берет тем, что, знаете, вот, Пайтон так же, как самокат, самокат, в принципе, вещь хорошая, но поскольку любой малограмотный, ну, так, идиот, может на него сесть и поехать, так же, как и Питон, любой может взять и начать писать, поэтому, как сказать, отношение к реноме и того и другого крайне низкое, вот, то есть, нет, если у вас хороший разработчик на Пайтоне, хороший там самокатчик, все будет хорошо, вот, но проблема в том, что тут очень полно, как бы, да, людей, которые взял и поехал, Go, вот так просто не поедешь, вот, да, то есть, если ваша задача скачать пример, так сказать, и бац-бац, так сказать, его запустить с другими параметрами и говорить, о, я сделал распознавание на базе данных минств, то Питон вам в помощь. Если вы хотите алгоритмы прорабатывать через себя, их писать, то Go, так сказать, язык типизированный, удобный, так сказать, ну, по мне, так лучше. Ну, ладно, это уже, так сказать, кусочина, мы будем, конечно, наверное, пользоваться Пайтоном, потому что, ну, меня не поймут, если я буду делать на Go, скажут, ну, ничего не понятно, вот, ну, Пайтон, ну, Пайтон, ну, вообще, мы не будем за этим программированием, мы, так сказать, будем его использовать для демонстрации. Конечно, у Пайтона удобна, там, визуализация красивая, графики быстрые, вот, ну, Go, так сказать, сходу, я не знаю, есть ли там готовые библиотеки, так сказать, пока их мало. Ну, ладно. Ну, в общем, коллеги, значит, я хотел вам донести, что анализ данных это вот то, что настоящее-настоящее, правда, а это выгодно, за это много платят, вакансий таких много и будет еще больше, это интересно, почему, потому что это и хорошая техника, ну, это удобно, все-таки сидеть за компьютером, так сказать, красиво, графики, это приятнее, чем там, ну, машинных кодах, там, программировать, или там, на низком уровне микроконтроллеры, я уж не говорю, так сказать, чем подметать улицы, это удобная, комфортная вещь, красиво, и самое главное творческое, что, так сказать, там, конечно, есть какие-то вещи повторяющиеся, но, в принципе, у вас есть все шансы для того, чтобы, так сказать, блеснуть своим творчеством вашей деятельности, поэтому, вообще, да, анализ данных это достойное занятие, так сказать, на будущей жизни. Так, ну, есть какие-то вопросы? Да, в следующий раз мы, я не помню, а, начнем типа вот эта линейная регрессия, ну, ну, посмотрим на нее, так сказать, с математической точки зрения, немножечко воспарим, посмотрим, как она работает, это действительно важнейший компонент анализа данных. Ну, и дальше уже у нас, ну, уже таких вводных лекций не будет, мы будем уже заниматься, собственно, анализом данных. А, есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Я поддал немного, о просканале процесса, оценка за курс, про это, что-то, что-то, Что-что-что? Рассказали про оценку за курс. Оценка за курс. Да, интересный момент, значит, давайте мы сделаем, я подумаю, здесь можно, конечно, хорошо бы сделать какой-то проект, да, так сказать, проектная деятельность, так сказать, ну, наверное, что-нибудь такое мы сделаем. Да, еще, да, пожалуйста. А вот, вы поговорили о теории игр, а почему образом она в теории интегрирована? Очень просто, значит, ну, во-первых, как известно, теория игр, она, это один из вариантов, вот, есть такая, книжки Боровкова, известного, так сказать, академика, из Новосибирска, по теории вероятности, крупнейшего специалиста, так вот, у меня даже, прям, так книжка есть, да, и с помощью теории, во-первых, все задачи мат-статистики могут быть переформулированы на теории игр. Речь идет о том, что если вы что-то не знаете, вы с чем-то боретесь, в данном случае, боретесь с природой, то есть, да, можно бороться с противником осознанным, можно бороться с противником в виде природы, то есть, условно говоря, вы, ваша стратегия, ну, вот, есть какая-то данная, вам нужно регрессию сделать, например, линейную, да, ваша стратегия, какую сделать регрессию, такую, сякую, пятую, десятую, вы выбрали стратегию, а природа, которая, так сказать, дала данные, она выбрала свою стратегию, и вы получили соответствующий выигрыш или проигрыш. И вот теория игр, она, как известно, ищет стратегии, которые будут приводить вас к выигрышу. Это на самом деле эквивалентная переформулировка задач математической статистики. Она ничего-то нового не дает и ничего не убавляет. Но дает, когда новый взгляд, она дает в том числе и новое некое понимание, новую технику. Это раз. Во-вторых, анализ данных, действительно, иногда есть задачи оперативные, когда анализ данных вы ведете с каким-то живым противником. То есть, ну, да, так сказать, вот вы хотите переиграть на бирже, вы есть противник. А вы анализируете данных для принятия решений в теории игр. Это другой взгляд. Это уже применение анализ данных в теории игр. Теория игр, она сама по себе оперативно не применяема. Чтобы она была оперативно применяема, это как раз должна быть информация, извлеченная из данных. Вот тоже, да. Не, ну, это отдельная тема. Может быть, даже вот сейчас все... Я, кстати, вообще, когда думал об этом курсе, у меня была вообще мысль сделать курс вообще по теории игр, так сказать, и приложением. Вот, но остановился я на анализе данных. Мне все сказали, что анализ данных это, типа, круче, это понятнее, теория игр. Вот, но может быть, в следующий курс сделаем теорию игр и анализ данных, например, машинообучение. Это интересный, так сказать, симбиоз двух похожих вещей. А что, есть ли еще вопросы? Ну, если нет вопросов, тогда... Да, пожалуйста. Спасибо за интересную реакцию. У этого вопроса. Первый вопрос. Какие книги можете рекомендовать? Знаете, вот, книги никакие не могу рекомендовать, не потому что они все плохие, но какие-то вот так хороших книг, ну, по математике книги вот эти. Знаете, ну, не знаю, как-то меня точно подбивает, напиши книгу по анализу данных там. Не хочу писать, потому что все это, это никто не читает. Ну, то есть, кто... Читают те, кто не применяет. Ну, как-то, знаете, больше все-таки информации в интернете, читайте Хаббр там, я не знаю, ну, как-то книг... Ну, я подумал, может быть, есть, конечно, какие-то фундаментальные книги, которые как-то продвинут, но, понимаете, хорошая книга, она устареет. Анализ данных – это гребень волны, понимаете? Здесь, ну, не знаю, вот почему-то сходу я вот какой-то любимой книжке по анализу данных, наверное, не скажу. Вот по машинобучению даже чуть больше, по анализу данных, ну, не знаю. Как-то вот те книги, которые большинство мне попадались, ну, не очень они мне как-то нравились. Ну, не знаю. Николенко, вот есть хорошие книги, ну, да, больше, конечно, машин на анализ данных, так сказать, ну, не знаю, ну, скорее вот в интернете можно найти интересные статьи, интересные какие-то пособия, там, школа анализа данных, ну, вот, Шадовский, который, так сказать, ну, и так далее. Ну, здесь надо, понимаете, это не те книги, которые пишутся для того, чтобы брать и читать, там, штудировать их, мне кажется. Как-то здесь надо вот идти от практики. Вот послушайте лекции, прям повторяйте алгоритмы, которые есть, да, так сказать, ну, вот так и так научитесь. Книги как-то, это не тот жанр. Вот по анализу книжку классно писать, а вот здесь как-то, как-то не читают книги по программированию-то людям.